МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И раскрыто в той детализации, насколько это позволяет сделать формат выставки. Очень много современных технологий использовано, что, я считаю, несомненный плюс. И, в принципе, все, что должно быть, оно есть, и это здорово, и такого нужно больше, особенно в формате либо бесплатного, либо низко стоимостного сегмента, потому что это позволяет приобщить действительно народной массы к истории. На самом деле я хочу организатора поблагодарить, потому что интерактивные выставки очень важны для всех возрастов, в большей степени для детей, которые сейчас заняты больше интернетом. Очень важно, когда такие выставки организовываются, ребенок может что-то новое узнать. Есть интерактивные выставки, которые посвящены именно советским кино, советским книгам, советским плакатам. Ребенок заинтересуется, ребенок захочет это посмотреть, он будет это искать в интернете, будет искать на полках у родителей. И мне кажется, это замечательная была идея создать такое пространство, которое вовлекает полностью и зрительные, и тактильные ощущения, и помогает найти общий интерес, помогает найти общие разговоры между разными людьми. Я считаю, что когда дети вот так вот смотрят, то есть, по сути, играют с этим, то они больше в это вовлекаются. Потом начинают у родителей спрашивать, то есть, что было в те годы, и тогда начинают интересоваться истории своего государства, в котором он живет. То есть, я считаю, что это будет просто для ребенка полезно и незаменимо. Выставка организована отлично. Мне, в первую очередь, понравилось то, что информации очень много, то есть съемка, но она объективная. И подход со всех сторон, то есть, и плюсы, и минусы. Очень четко и грамотно сформулированы определенные периоды, особенно связанные с нашими правителями. Сталин, Брежнев, Хрущев, соответственно, Горбачев и дальнейшая эпоха. Такие выставки обязательно нужны, потому что они позволяют более подробно соприкоснуться с историей нашей Родины и показать ее во всех, так сказать, красках. И со стороны плюсов, и со стороны минусов. И, соответственно, человек, пройдя эту выставку, сам понимает, где он родился и что он из себя представляет, и в чем он живет. Замечательно показано то время, в котором мы живем, и деятельность нашего президента Путина. Поэтому организаторам можно сказать спасибо большое. И как можно чаще проводите подобного рода выставки. Это будет здорово для нашего поколения, для молодежи. Выставка понравилась, очень понравилась. Особенно для того, чтобы дети, вот у нас их четверо, чтобы они понимали, видели, как происходит история, что было во время этой истории, какие были изменения. Выставка очень понравилась. Особенно понравились очки этой виртуальной реальности, потому что ты прям просто наводишь пультом и видишь почти любые космические объекты. Нужная выставка, и нужно такие мероприятия проводить еще и еще раз. Данная выставка вообще важна, потому что сейчас будущее поколение растет, и оно должно знать, что было в прошлом, что сейчас происходит, все эти нюансы, которые просто в другой какой-то литературе не прочитать. Нам очень понравилась эта выставка. На ней было очень много интересного. Мне больше всего понравилось, когда были интерактивные столы, на которых можно было узнать много нового. Этот способ подачи для моих сверстников, по моему мнению, очень интересный, потому что им тут будет интересно понажимать на эти столы, полистать там книжки были интересные очень, про спорт. Вот. Игра надевает очки, тоже очень интересно было бы. Там тоже пособирать это очень познавательно. Мне очень понравилась эта выставка тем, что здесь применяются новейшие технологии, достаточно синхронно отображены все какие-то действия, значимые в истории, и очень много дополнительной информации, точной, которая отражена в цифрах, и которая дает сразу зрительное восприятие важных моментов нашей истории. Я каждый год хожу на выставки «Россия. Моя история». И каждый год я поражаюсь очень мультимедийностью, вообще очень интересно, всем рекомендую. Узнал очень много про Карибский кризис, про перестройку, очень познавательная информация. Увидел быт, увидел, как жили мои, моя мама, мой папа, моя бабушка с дедушкой. Очень интересно. И лично я считаю, что всем школьникам прямо в обязательном порядке нужно приходить на эту выставку. Это возможность погрузиться в историю без пролистывания скучных учебников, без использования интернет-ресурсов. Это возможность прикоснуться к истории в прямом и в переносном смысле. Я считаю, что эту выставку должен посетить практически каждый житель Москвы, тем более, что она бесплатна и, собственно, создана как раз-таки для москвичей, и для того, чтобы мы никогда не забывали свою историю. Я считаю, что это прекрасный проект, и мы все должны поддерживать подобного рода мероприятия.